Здравствуйте, дорогие зрители! С вами канал Брошь об Израиле. Меня зовут Шуламит. И сегодня у меня есть для вас сообщение. Но вначале немного о положении в Израиле. У нас сейчас, вот как раз когда я с вами говорю, в стране 324 заболевших. Слава Богу, пока нет скончавшихся. У меня в телефоне есть приложение, которое показывает ситуацию. Я вам потом поставлю, как оно выглядит. Можете скачать себе в телефон и увидите всю картину. И данные все время обновляются. Но когда это видео выйдет, наверное, ситуация изменится. Она меняется все время. Каждый день вводятся новые ограничения. Уже не работают школы, детсады. Многие работники ушли в бессрочный отпуск. На работающих предприятиях изменили условия работы, чтобы люди меньше контактировали друг с другом. И положение меняется стремительно. Вот я выпустила видео, как я гуляю по Хайфе. На улицах было полно прохожих. А уже через пару дней людей стало гораздо меньше. Через пару дней еще я выпустила снова видео, как я гуляю по лесу. Это мое последнее видео. И еще рекомендовала прогулки в лесу, как лучшее времяпрепровождение. Была чудесная погода, а уже на другой день погода резко изменилась. Полил дождь, задул ураган и ветер, который валил деревья. И стали рекомендовать нам не ходить в лес и в парки, где на нас может упасть дерево. Вот такова наша жизнь в условиях, которые стремительно меняются, когда не знаешь, что будет завтра. И я со своими видео все время как бы не успеваю за обстановкой, все время опаздываю. Так, наверное, будет и с этим видео. И под натиском этих обстоятельств я вынуждена признать, что лучшее место сейчас – это у себя дома. В любом случае наша задача не паниковать, а сделать, что от нас зависит. Соблюдать вегиену, проветривать, мыть поверхности чаще, мыть руки. И, конечно, занять себя дома по максимуму. Я, например, хочу навести порядок там, где обычно руки не доходили. Хочу вернуться к рисованию, которое я последнее время забросила. Продолжу писать книгу. Что можно делать? Можно посвятить саморазвитию, учить языки, читать, изучать что-то новое. Конечно, приходится и с внуками сидеть, потому что школы и садики не работают, но все-таки не все же время. Так что можно заняться и собой. Можно и выйти на свежий воздух ненадолго, только гуляйте там, где мало людей. Ну, а кто на карантине, кому нельзя выходить, можно делать дома гимнастику, а можно просто включить музыку и танцевать. Не давайте себе унывать, ни в коем случае. Ну, а теперь сообщение для жителей Израиля, для тех, кто еще этого не знает. В четверг, 19 марта, в 18 часов, все мы, жители страны, выходим на балконы. Если нет балкона, открываем окна, можем выйти во двор. Главное, не стойте близко друг от друга. Где бы вы ни находились, неважно где, не обязательно дома, мы в течение двух минут нашими аплодисментами поблагодарим наших врачей и весь медперсонал за их круглосуточный труд. Это будет происходить во всей стране одновременно. Для тех, кто ждет мои видео и просит, чтобы они выходили почаще, я хочу сказать, что частота выхода видео, она в какой-то степени зависит от вас, моих зрителей. Поскольку образ моей жизни, он будет сейчас более затворнический, то видео будут выходить, только если мне будет о чем сказать. Я не хочу высасывать темы из пальца, поэтому накидайте мне вопросы на любую тему, и чем больше, тем лучше. Это могут быть вопросы не только об Израиле, а обо всем на свете. И не обязательно на глобальные темы. Это могут быть и бытовые, простейшие вопросы. Я с удовольствием с вами поболтаю, если будет о чем. Спасибо за то, что вы слушали меня. И до новых. Надеюсь, что скорых встреч. И все будьте здоровы, не только те, кто живет в Израиле, а все мои зрители. Все мои зрители со всего мира, которые меня смотрят. Будьте здоровы. И, пожалуйста, берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!